Приветствую всех любителей фигурного катания. В ближайшие минуты о главных событиях дня. Российское антидопинговое агентство Русада за пять месяцев 2022 года протестировало 21 фигуриста. В мае первую за год проверку на допинг прошли Дмитрий Алиев, Кирилл Алешин, Иван Букин, Михаил Коляда, Аполлинария Панфилова, Дарья Павлюченко. Дарья Усачева и Тиффани Загорский в мае были протестированы Русада второй раз с начала года. Самыми тестируемыми российским антидопинговым агентством фигуристами в 2021 году стали Коляда, Букин и Александра Степанова, они сдавали тесты по пять раз. Матч ТВ также сообщил, что российское антидопинговое агентство Русада за пять месяцев 2022 года ни разу не тестировало фигуристок Камилу Валиеву и Иоанну Щербакову. Александра Трусова за это время проходила допинг-тест дважды. Отмечается, что спортсмены, выступавшие на международных соревнованиях или включенные в международные пулы тестирования, могли проверяться по линии международных организаций. Перед тем как продолжить по традиции призываю вас не пожалеть несколько секунд своего времени и поставить лайк этому ролику. Большое вам спасибо. Российская фигуристка Камила Валиева рассказала об отпуске и возвращении к тренировкам. Сейчас группа Этери Тутберидзе проводит сбор в Новогорске. Я довольна своим отпуском, два месяца отдыхала и полмесяца готовилась к АГЭ и сдавала его. Самый первый экзамен был самый волнительный, потому что ты не знаешь, что там будет. Первым сдавали английский, и там всего два человека в аудитории и два проверяющих. Самые волнительные экзамены были английский и русский, а самые спокойные — биология и математика. Поблажек никаких не давали, все как у всех. Сейчас тяжело, но надеюсь, что скоро наберу былую форму. До выхода на лед я старалась ходить в зал, чтобы хоть немножко свое тело привести в порядок. Вроде бы в зале ты делаешь все нормально, бегаешь, не задыхаешься, а выходишь на лед, все равно другие мышцы работают. Ты катаешься, сделал пару кругов, и все, ты устал, как будто никогда не катался. Как оказалось, у меня было всего пара стартов без зрителей, это Олимпиада и Кубок России. Намного приятнее выходить, когда много народу, когда люди очень ждут, поддерживают тебя. Самое главное, чтобы люди приходили, поддерживали нас в это непростое время, — сказала Валиева. Всемирное антидопинговое агентство ВАДА не планирует исключать из списка запрещенных препаратов триметазидин, который был найден в декабрьской пробе российской фигуристки Камилы Валиевой. У ВАДА нет планов убирать триметазидин из списка запрещенных препаратов и методов. Включение в список происходит, если препарат удовлетворяет минимум двум из трех критериев. Имеет потенциал улучшать или улучшает спортивные результаты. Представляет реальный или потенциальный риск здоровью атлета. Нарушает дух спорта, определение этого понятия имеется во Всемирном антидопинговом кодексе. Список ежегодно пересматривается в консультациях с научными, медицинскими антидопинговыми экспертами, — заявили в пресс-службе ВАДА. Ранее сообщалось, что Русада не будет предлагать ВАДА исключить триметазидин из списка запрещенных веществ, несмотря на исследования российских специалистов. Те пришли к выводу, что триметазидин не оказывает положительное влияние на физическую работоспособность, восстановление или другие параметры здоровья. Чемпионка Европы Алена Косторная на сборах в Новогорске работает над хореографией с тренером-хореографом Ириной Тагаевой. Косторная весной перешла из группы Этери Тутберидзе к Елене Буяновой в ЦСК. На видео, которое опубликовал Первый канал, можно заметить, что фигуристка сделала еще одну татуировку. На левом плече спортсменки теперь изображен персонаж мультфильма Лола и Стич. У фигуристки уже есть несколько тату, надписи лавли на ключице и фраза «Следуй за своим сердцем» на левом предплечье, а также изображение лисы под ухом. Сейчас перейдем к новости, которая в прямом смысле ошарашила мир фигурного катания и заставила перечитать заголовки СМИ, которые об этом сообщали. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова примет участие в показательном поединке по боксу. Об этом сообщил РИА Новости спорт со ссылкой на источник, близкий к организаторам мероприятия. Отмечалось, что имя соперника Загитовой станет известно в ближайшее время. Сама фигуристка выложила в соцсетях фото в боксерских перчатках. «Готовлюсь к чему-то новому», — написала Загитова. Позже, когда стало известно имя соперника фигуристки, все были в шоке еще раз. Алина Загитова выступит в показательном поединке по боксу против Альберта Батыргазиева, олимпийского чемпиона Токио 2020 года по боксу в весовой категории до 57 килограмм. Поединок состоится 25 июня в Лужниках в рамках Дня московского спорта. Алина высказалась об участии в боксерском поединке против олимпийского чемпиона по боксу. «Мне интересно изучать границы своих возможностей и пробовать что-то новое. Бокс — как раз тот вид спорта, который дает ощущение прыжка в ледяную прорубь, и я очень рада, что департамент спорта создал подходящие для этого условия. К тому же это отличная возможность показать, что девочки в фигурном катании — настоящие бойцы. Надеюсь, что шоу спарринг не закончится моей победой в первом же раунде», — цитирует фигуристку Рия Новости. Альберт Батыргазиев поделился ожиданиями от показательного боксерского поединка с фигуристкой Алиной Загитовой. «Поддерживаю решение Алины испытать себя в показательном бою и рад, что так или иначе выступлю ее тренером. Поработаем красиво и с пользой для нас обоих, но передышек давать не буду», — цитирует Батыргазиева Рия Новости. Напомню, Алина приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учебе и телевизионной карьере. Батыргазиев 3 апреля одержал шестую победу на профессиональном ринге. Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю высказался об участии Алины Загитовой в боксерском поединке против олимпийского чемпиона по боксу Альберта Батыргазиева. «Бред полный, вам самим нравится такое, совершенно не серьезное дело. Что они там придумывают, вообще не понимаю», — сказал Бззю. Российский боец Александр Шлеменко отреагировал на организацию показательного боя. «Мне в это не верится, это какая-то сказка, посмотрим, что будет. Я такое вижу впервые, официальный бой, да еще и с такими спортсменами. Надо посмотреть, что из этого получится. Будет видно, популяризируют такие бои бокс или нет. Я к этому отношусь плохо, явно не будет настоящего боя. А что мы увидим, может быть, игру в пятнашке», — сказал Шлеменко. Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила желание олимпийской чемпионки Алины Загитовой принять участие в боксерском шоу-поединке. «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало, девушки уже не знают, чем заняться, они как с цепи сорвались. То одна удивляет своими желаниями, то вторая. Я исхожу из того, что они в детстве не наигрались», — сказала Роднина. Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался об участии Алины Загитовой в боксерском поединке. Даже величайший Майкл Джордан считал, что он прилично играет в бейсбол и гольф. И мне довелось видеть это в Америке, и это был жалкий лепет. Да он очень талантлив, но также Усейн Болт играет в футбол, такая же Загитова боксер. О чем тут говорить, для меня это обычное шоу. Если выиграет Загитова, всем понятно, что это цирк. Если победит Альберт, то он идиот. Должна победить дружба и большие деньги», — цитирует Жулина Риа Новости. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию о том, что олимпийская чемпионка Алина Загитова проведет показательный боксерский поединок. Да, Алина — хрупкая девочка и принимает участие в боксе. Ну и что, зачем за нее бояться? За этим надо обращаться к ее тренеру Этери Тутберидзе. Надо посмотреть, в какой форме она находится. Ну или посидеть и пообщаться с ней вдвоем наедине, — сказала Тарасова. Тренер Альберта Батыргазиева Эдуард Кравцов опроверг участие боксера в шоу-поединке против Алины Загитовой. Никаких спаррингов или открытых тренировок не будет. У Альберта старая травма, и по этой причине он снялся с интерконтинентального кубка. С участием Альберта 25 июня ничего не будет. Подобные моменты должны согласовываться, а не вот так просто, — сказал Кравцов. Театр абсурда продолжается, посмотрим будет ли хоть какой-то бой с участием олимпийской чемпионки по фигурному катанию или нет, хотя сами спортсмены ранее подтверждали свои намерения выйти на ринг. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на канал, не забывайте о лайках, и высказывайте свое мнение в комментариях. До новых встреч.